Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 сентября, день Наталии по прозвищу Овсяница. Поминают святых мучеников Андриана и Наталью. Это муж и жена, в то далекое время были гонения на христиан. И Андриан, сам не будучи еще христианином, был удивлен тем, что они не боятся и легко переносят самые лютые пытки. Он спросил у них, что за наградой их поджидает у Бога. Они ответили, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И Андриан причислил себя к христианинам. Тогда язычники схватили его и отправили в темницу. Наталья поспешила навестить мужа в тюрьме. Там Андриана подвергли различным мучениям. И все это время рядом с ним находилась Наталья, молилась за него. Его били до тех пор, пока не прорвало чрево, и из него начали выпадать внутренности. Адриан был молод и нежен телом. Ему было всего 28 лет от роду. Наталья ободряла его и утешала после пыток. Узнав о том, что многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам, нечестивый царь запретил их допускать туда к узникам. Тогда Наталья остригла на голове свои волосы, переоделась в мужское платье, и, войдя в темницу в образе мужчины, она прислуживала мужу своему и всем прочим святым и мученикам. Узнав об этом, царь велел перебить мученикам голени и руки, чтобы они умерли. Наталья попросила мучителя начать с ее мужа, так как опасалась, что он не выдержит, глядя на других. По дням ноги мужа своего, она положила их на наковальню. Мучители сильным ударом молота по ногам мученика перебили ему голени и отбили ноги. Но, тем не менее, они прожили вместе 13 месяцев. После сбора овса сегодня традиционно ели блины и овсяные кисели, поэтому и называли этот день овсяницы. Первый собранный сноб овса несли в избу и ставили под образ в красный угол. Все работавшие садились за стол, а хозяйка угощала их специальным блюдом под названием дежень – овсяным толокном, которое было замешано на воде или молоке, приправленной ягодами. В это время собирали рябину и калину. Отвары и настой из калины и рябины использовались для лечения самых разных болезней. Эти ягоды повышают иммунитет, восстанавливают силы. Приметы холодное утро на Наталью Овсяницу предвещают раннюю и холодную зиму. Слушайте, я хочу добавить такую женскую нотку. Смотрите, конечно же, в разных аптеках разные цены. Ну, допустим, там 200 рублей какой-то витамин. Ребята, килограмм клюквы, ну, у всех по-разному, но вот у меня на рынке стоит 140 рублей. Килограмм. Вопрос только, как у нее есть? Я уверена, что многие ее любят и верят, и знают про ее пользу. В морсе могут. Но в морсе тоже, во-первых, пизерная обработка, о которой мы говорили. Во-вторых, там такая сладость, она, конечно, вот лично у меня, да? Вот я сладкая, редко еру. Ну, вот сегодня выпил молочный коктейль сладкий, в магазине. У меня прям пленка в горле стоит. То есть вот этот сахар, как-то прям, он прям мешает мне. Сахар сушится, верю. Вот, вопрос, как сделать эту клюкву вкусной? Ну, вот правда, как ее сделать вкусной? И вот для этого, да, и для этого как раз и существует наша целебная кулинария, для того, чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него... Вкусное блюдо. Вкусное и полезное блюдо, которое будет укреплять наши сосуды. Итак, мы с вами примерно взяли грамм 100, 150, может даже 200, да. Клюкву. Клюкву. Сразу витамин В, витамин С, который будет укреплять наши сосудики. Десны сделать хорошими. Теперь мы берем... Всю? Зелень? Да, теперь мы берем зелень. Так, тут осторожненько, если тут какая-то леска не есть. Леска не есть. Опа, есть. Сидим мы сразу вот столько зелени. Я сразу? Да. Ну, я буду целый вечер сушку не подтягивать. Да, 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 да. А вот в нашей целебной кулинарии мы это все сделаем. Слушайте, вот те, кто смотрит нас сейчас в первый раз, они, наверное, в шоке. Шоке? Это, говорят, они закладывают в блендер зелень. Зелень. Причем какую зелень? Петрушка, укроп. Они, говорят, еще кинь сюда положили. Ну, то есть то, что едят с курсанами помидорами. Да, да, да. И смотри, мы даже можем с тобой добавить корочку. Лимончик? Цедру? Да. Она мытая? Дайте ее. Она мытая. А не будет ли кислой? И клюквы это кислые, и лимон это кислый? А мы сюда добавим еще лимон, для того, чтобы у нас это все не было кислым. Это чесненько. Давай. Это мы сюда. Да, можно, можно все это дополни, пожалуйста? Давай. Готовим. Дайте я тем, кто вот впервые на нас смотрит, скажу, вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смузи. Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для иммунитета, вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере мало, должна быть основа. И это основа кисломолочный жидкий напиток. Но я вот каждый раз, когда покажу, я говорю, давайте на ляженки. Вот такая вкусня. Давайте ляженки. Но можно и на кефире. Можно на кефир. На любом кисломолочном продукте. А зачем мы добавляем творог? Вот я не могу понять. Творог. Творог мы можем и не добавить в этот раз. Да, мы можем его идти абсолютно без творога. Творог, конечно, мы можем добавить для того, чтобы у нас еще это было более сытное, более, так сказать, полезное. Чтобы у нас лучше волосы росли, ногти росли. Добавим. Хорошо, потому что здесь как раз полноценные белки содержатся, легко усваиваемые. И с зеленью они будут усваиваться великолепно. Кстати, мы можем сюда... Не много ли вот этого лимончика? Я прям смотрю. Лимончика? У меня сводят руки так же, как скулы. Хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что мое тело уже показывает невозможно. А сейчас мы посмотрим как раз, как это можно или нет. Так, и мы сюда можем еще добавить, у нас витамины группы В содержатся в прошлом зерне. Мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна, который обогатит нашу смесь, сделать ее более целебной. Итак, добавляем. Это вообще потрясающая штука, это самое проросшее зерно. Геннадий Петрович проращивает это зерно. Сколько лет, пока Геннадий Петрович в холодильник пошел за зерном? Я вспомню, сколько лет проращивать? И уже лет это... Десять. Десять, я хотела сказать десять. Вкуснотища. Надо новую курцию, наверное, сделать, да? Сделаем. Едоков там много в целебной кулинарии. Опа! Да. И хватит. Так. Ну что, давайте так чуть-чуть этого творожка. Творожка, давайте. Творожка. Окей? Окей. Кладем творожка. Может, добавим тогда в наряжение? И угостим всех-всех-всех-всех, кто находится в студии программы «Целебная кулинария». С удовольствием. Мед. Мед таежный. Мед таежный. Таежники прислали. Темные кухты. Так, 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 так. Это мне уже все нравится. Уже все нравится, да? Я вам так скажу. Вот с этой вкуснятины лечить сосуды и восстанавливать эластичность капилляров – милое дело. На завтрак, на обед и на ужин. Опа! Теперь остается нам включить. И клинок. Давай. Кстати, корочки, которые я сюда положу, они придадут особый аромат. Но этот же аромат говорит о том, что эти, эта наша смесь, будут обладать бактерицидными свойствами. Красивый. Сейчас я попробую. С такими пупырышками. Ну как? Можно еще меда. Еще меда? А я не очень люблю сладкое. Хорошо. Если ты любишь кисленько, попробуй. Если да, то мы разливаем и пьем. Ну и что? Еще меда. Еще меда. Ну вот я так и сказал. Меда еще надо. Еще меда, да. Потому что для меня лично, вот клюква с лимоном в паре оказалась очень таким сильным. Так. Вот видите, всегда пробуйте перед тем, как непосредственно разливать. Угощаем всех, да. Попробуйте, какой на вкус получается. Делаем корректировочку и все, у нас получится как надо. Вот так. Есть, и все. Отлично. И разливаем по новой. И уже разливаем по новой. По новой. Попробуй. Тепереча. Тепереча. Как она? Мне кажется, я в этом я могу плавать, не только. Все? Не только. Нормально? Очень вкусно. Спасибо. Вот так. Слушайте, ну это же прям животворящая какая-то история. Проросшая пшеница живая, клюква живая, лимон живой, зелень живая, ряженка с творожочком. Хорошо? И вкус получился очень хороший. Очень хороший. С вот таким вот ароматом цитрусовых. Аромат цитрусовых. Мне кажется, даже я слышу петрушку. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в нём. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в весёлой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малаха Про. Доброго здоровья и до новых встреч!